МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады быть вместе с вами, знаем, что мы служим благословением для вас. Снова поздравляю искренне и чисто сердечно каждого из вас, дорогие наши возлюбленные. Спасибо, что вы встречаетесь с нами постоянно, регулярно. Вы поддерживаете нас, вы вместе с нами, вместе с нами вашим духом, вашими финансами, вашей поддержкой, ваше присутствие, оно очевидно. И я знаю, что мы взаимно также служим благословением для многих и многих из вас. Поэтому я снова желаю вам Божьих больших благословений. Да не убывает вашего, но да прибавляется и умножается во имя Господа Иисуса Христа. Я не один сегодня, я предоставляю снова служителей, небезызвестного, известного служителя, епископа церквей, пастыра церкви, основателя. Помогите мне. Международный центр пробуждения. Центр пробуждения. Петр Владимирович Середниченко. Приветствую вас, Петр Владимирович. Приветствую вас и всех, кто нас слышит. У вас чудесная возможность поздравить наших дорогих. Это я сделаю с удовольствием. Да благословит Господь всех, любящих Господа, и тех, которые полюбят Его еще, всех, кто нас слышит. Да благословит Господь. Хорошими праздниками, хорошей жизнью и всем самым хорошим жизнью. Также Владимир Иванович Франчук, также известный и историк, и служитель, и епископ также церквей, богослов, я так понимаю, доктор богословия вы, или вы кандидат исторических наук, насколько мне говорили. Продолжаем заниматься и теми другими, и теми другими, и богословием, и благодарю Господу, что это такие две эрии, в которых нам расти и расти до пришествия Христа. Вы знаете, Александр Чернецкий, когда проводил с нами Герои Веры, это была нашумевшая программа. Ваше участие в программе Герои Веры, это года два, наверное, прошло уже, да? Уже, наверное, больше. Даже больше, на несколько лет, да. Потому что мы имели много заказов, то есть повышенный интерес именно к вашему участию в программе. Вот я не помню детали, но это было благословение. Поэтому welcome back, как мы говорим. Welcome back. Thank you, my dear brother. Really glad to be here again. Владимир Иванович, у вас телеобъектив. Пожалуйста, также присоединитесь к нашим поздравлениям. Самые первые слова, которые я хочу сказать, обращаясь к нашим телезрителям. Дорогие братья и сестры. Дорогие сестры и братья. И вот даже само по себе обращение, оно носит вне всякого сомнения рождественскую окраску. Если бы Христос не пришел в этот мир, если бы не родился Христос, если бы он жизнь нашу не наполнил, если бы не была создана церковь, вряд ли бы мы употребляли эти слова, обращаясь друг к другу. Дорогие сестры и братья. Дорогие братья и сестры. Когда я произношу эти слова, я обращаюсь не только к тем людям, которые в церкви. Потому что ходим мы в церковь, или пока еще некоторые из нас на пути в церковь. Служим ли мы Господу, или пока еще идем к Нему, подбежаясь. В любом случае, мы все братья и сестры, потому что Господь Бог от единой крови произвел род человеческий. С Рождеством Христовым, со светлым праздником, Он объединяет нас. Мы одна семья во Христе. Счастья вам, радости Божьих благословений. С Рождеством, с праздником. Спасибо, спасибо. Я знаю, что когда пожелания служителей, вашего ранга, так скажу, епископов, служителей, пастырей, когда эти пожелания и эти поздравления, они доходят до наших зрителей, то есть это благословение. Мы должны понимать, что происходит в духовном мире. В духовном мире, когда мы высвобождаем, как мы говорим это слово, там процессы особо происходят. Поэтому я всегда это делаю. Я служитель меньшего ранга, чем вы, мне расти и расти. Хотя по возрасту уже догоняю вас, скажем так. Но когда я просто имею всегда в духе просто благословлять зрителей, благословлять зрителей, посылать благое слово. Что такое благое? Благое слово. Говорить благое слово в судьбы, в семьи, в ситуации, в дома. То есть, и даже Господу это тоже нравится, когда мы это делаем. Спасибо вам за добрые слова, которые на самом деле показывают, что ваши телезрители, наши телезрители, наши братья и сестры дорожат и вашими программами, и благословениями служителей, когда говорят хорошие, добрые слова служителей. Но это, наверное, тот очень удобный момент, когда мы можем сказать телезрителям, насколько для нас важна обратная связь. Их молитвы, благословения, их письма по электронной почте сегодня редко кто уже пишет от руки, но, тем не менее, это случается. Так вот, эти письма, даже, наверное, это еще более ценно, чем письма по электронной почте. Это что-то уникальное, да, когда вот от руки пишут. Вот наши братья и сестры, им важно знать, их письма, их молитвы, их добрые слова также, наверное, важны для нас. Как думаете, Петербург Ильич? И важны, и доходят. Что это не просто, ну, они написали, никто не отреагировал, эти письма читаются, ими дорожат. Поддержка духовная, финансовая, моральная, всяческая поддержка, это ободряет. Ты нужен. Это не просто так, ты тратишь время, но эта работа имеет какой-то, конечно, результат. Есть результат, положительный результат. Поэтому, конечно, кто делает эту работу, должен делать, ее не унывать. И те, которые проповедуют по телевизору, и те, которые их поддерживают молитвами, всяческой поддержкой финансовой, любой поддержкой, даже поддержкой той, чтобы кому-то рекомендовать, друзьям, соседям. Включите, вот сейчас на Украине очень легко включить импакт. Я вам скажу, сразу покупает человек пакет, и сразу ему включает импакт. Несомненно. Сразу. Я просто столкнулся с этим. Я очень рад. Это столько людей, вот сейчас на Украине, он слушает нас. Жив Господь. Жив Господь. И это чудо. То, что мы востребованы, это однозначно. Как мы говорим в правильном смысле этого слова, продукт, который мы несем, такое популярное слово продукт, это не продукт, благая вещь, но вот мы понимаем, что продукт в смысле информации, в смысле духовной составляющей, в смысле живого слова, которое вот мы преподаем, несомненно, он востребован. Мы об этом сегодня будем говорить, что мы востребованы сегодня ярким свидетельством, когда я говорю мы, я имею в виду христиане, то есть я не претендую на первенство как импакт, я имею в виду в целом, как церковь, как служители, как вот эта духовная единица, что является собой церковь, она востребована. То, что в Одессе, мы об этом чуть будем говорить сегодня, вы особо востребованы. Вы, кстати, из Мариуполя, Господь переместил вас, вы более времени проводите в Киеве, ну и, понятно, в поездках. Но, тем не менее, я никогда не забываю, что 40 лет моей жизни связаны были с Мариуполем. Я туда приехал еще, будучи очень молодым человеком, и 40 лет жил в Мариуполе. И даже сейчас мы, конечно, почти ежедневно держим контакт с братьями и сестрами. Для меня это по-прежнему очень дорогой город. Вы знаете, ваш старый друг, если вы помните, такой уже покойный, Сергей Харитонов, много рассказывал. Я через него, кстати, с вами познакомился, упокоился в Господе. Так у истоков, основания импакта стоял тот человек. То есть это пара, я и он, конечно. Конечно. Мы вдвоем стояли еще много лет назад, поэтому... Вот у вас, наверное, редкое воспоминание про Сергея Харитонова. Я очень любил эту семью, и особенно я дружил с их отцом, Иваном Семеновичем. Не знал. А Иван Семенович, это автор очень многих стихов и очень хороших христианских песен, которые звучат и сегодня. Не все знают, что он является автором, в частности, слово «мама дорогой», «Ее надо дорожить». Семья Харитоновых, это удивительная мариупольская семья. Ну и когда говорят про Сергея Харитонова, обычно говорят про его песни, про его способность петь. А его помнят как человека, да, вот поющего. А вот вы сегодня говорите о нем, как о человеке говорящем. Он говорил. И вот для меня дорого, что не только песни, а вот слова его остались. И это тоже слова благие, добрые. Несомненно. Несомненно. Итак, «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного отца, воплотившееся слово». Ну вот, у нас довольно-таки время есть. Если понадобится, я попрошу наших операторов еще 30 минут к нам добавить, вот, потому что у нас некоторые моменты даже не запланированы были. Это экспромтом, но это говорит о том, что мы в прямом эфире, о том, что у нас непосредственно уже есть интерактив с вами, друзья, прямо сейчас. Воплотившееся слово. Вот давайте в экскурс войдем все-таки. Что же такое Рождество? Воплотившееся слово. Знаете, там написано, когда прошла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Ну, полнота времени нам кажется, что календарь какой-то, график, а полнота времени – это милость Божия, ответ Его. Это, оказывается, не во времени, а в качестве или в цели Его приходя. Так вот, еще за 600 лет до рождения Иисуса Христа грецкие философы, они разрабатывали такую теорию. И Платон, и Сократ – это их ученики. А вот начало, они говорили, что существует некая сила, которая всем управляет, которая все предвидит, и без нее ничего не делается. И они назвали это Логос. И вот это, их разработка, их планы, их такие внутренние переживания, они связаны были с Логосом, они никак не могли понять, что это за сила. И они поставили памятник в Афинах, неведомому Богу, Логосу. И вот как раз апостол Павел, когда он говорил в Афинах, рядом с этим памятником, он говорил, что вот этот как раз неведомый для вас Логос, Бог, который стало плотью слова Логос, вот я как раз его и проповедую. Вы говорите о нем, вы рассуждаете, а я как раз проповедую, я его знал. Это Логос ходил по земле, мы его увидели, как славу от Единородного, и как славу от Отца, и я знаком, и вот как раз я хочу и вас познакомить. Это те люди, которые не просто проживают какой-то срок на земле, а те, кто размышляет, рассуждает, кто они, откуда, куда идут, и почему люди, и почему кто сотворил это все, они неизменно обращаются к той огромной творческой силе или к тому имени, которое, собственно, является Логос. И вот Рождество, это как раз мы не говорим это в такой день, в такой час, мы не говорим даже месяц, мы говорим о событии. Рождество – это событие. Кто-то говорит, а вот почему по-старому, по-новому, не в этом дело. Дело в том, что мы просто отмечаем, что однажды, две тысячи лет назад, приблизительно, на землю пришел Логос. Слово стало плотью. То слово, которое имя, которое Бог превознес выше всякого своего имени, именно слово, то оно стало реальным и оно обитало среди нас, среди живущих на земле. Это огромное событие. Предыстория. Очень интересно, я даже и не знал этой предыстории. То есть, когда апостол Павел и Иоанн, когда они говорили о воплотившемся слове, слушатели, я так понимаю, присутствующие, они знали, они были готовы, чтобы все-таки... Гераклит еще за 600 лет до этого, он провозгласил и записал, и уже Платон и Сократ, его ученики, они продолжали эту мысль, соглашаясь с ним, это его ученики. Поэтому греки, когда они могли читать Евангелие, которое было, в принципе, на греческом языке, допустим, Евангелие от Иоанна, первую главу, что слово, лого, стало плотью, они понимают. Это та сила, которая всем управляет, которая все предвидится, и от которого все зависит, стала плотью. У них в разуме это начинается сочетание, пасы сходятся. Это как раз тот, о котором мы говорили, но оно стало реальностью или плотью. Но вот что же история и историки нам говорят? Я с удовольствием слушал то, что говорил сейчас Пётр Владимирович, и это интереснейшие вещи. В изучении вот именно этого пласта и происхождения, даже этимология этого слова очень интересна тоже. Но Пётр Владимирович сейчас сконцентрировался на том, что грекам действительно было понятно, а если и не было понятно, то знакомо вот это выражение логос. Однако тут есть одна интересная тонкость. Интересно, с исторической точки зрения, что говорит Пётр Владимирович сейчас, не только даже с исторической, но и с философской, с культурологической стороны тоже. Но пока он говорил эти интересные вещи, я открыл Евангелие от Иоанна, и я хочу этот стих прочесть. Но прежде чем прочесть, тоже одна опять-таки интересная вещь о греческом языке, о греческой грамматике. Некоторые вещи, которые мы читаем из Святого Писания, мы, конечно, должны сказать, они правильно переведены, и русский перевод Библии один из самых лучших переводов в мире, и сделали его прекрасной... Вы говорите за синодальный? Да, я говорю о синодальном переводе, который, ну, для меня всегда будет, наверное, самым лучшим переводом. Но, тем не менее, есть особые конструкции греческих предложений, которые просто невозможно в перевод включить, потому что они носят характер интонации. Вот, например, известное выражение, которое мы произносим таким образом. Иисус сказал, «Я есть путь...» И вот это наш способ произношения. «Я есть путь, истина и жизнь». Это абсолютная истина, но при этом не буду никого утомлять тонкостями конструкции греческой грамматики. Однако подлинная интонация должна быть такой. «Я есть путь...» Ударение на первом слуге. Да, это объясняется особенностями греческой грамматики. Интересно. Но даже если об этом долго не говорить, то вот, понимаете, как отченок смысла меняется. Что да, есть путь, истина и жизнь. И вы об этом знаете. Иисус говорит, «Но это я есть путь, истина и жизнь». То есть акценты практически на... Показывают на то, что это он. Да, да, да. А вот теперь перед нами Евангелие Триадо. Первая глава, первый стих. С учетом того, что мы знаем, как должно произноситься уже теперь, да, «В начале было слово, и слово было у Бога». Вот так будет правильная тема. «Слово было у Бога, и слово было Бог». Интересно. То есть понятие «логоста» для греков не было новым. Владимир Ильич, можно вставочку? Правда. Для тех, кто слушает нас. Вот слово «было» у нас очень просто, оно просто было. Но в подлиннике, в греческом смысле, то, что передается нашим словом «было», это было, есть и будет. Это нечто, которое существовало, существует и будет существовать. Не просто оно было, В прошедшем времени. Да, это не прошедшее время, это и настоящее, и будущее. Это то, что константы неизменны. То есть там объем, там в объеме оно. Да. Понятно. Это более широко, чем, казалось бы, нам звучит. Спасибо, Владимир Ильич. То есть вот в первом стихе, что очень важно понимать, для греков понятие «логоса» не было новым. Но новое для них сейчас, что открывает Иоанн, что «логос» — это Христос. Воплотившийся. Да. «Логос», о котором они только догадываются и пытаются понять, что это такое. Иоанн твердо заявляет, вот все то, что вы знаете о «логосе», это на самом деле Иисус Христос. И вот это было откровением для них. Вот это подлинный центр того, что Иоанн хочет сказать, что «логос», о котором вы знаете. Не случайно Петр Владимирович вспоминал и жертвенник неведомому богу. Да. О его существовании вы знаете, вы только не знаете, на самом деле, кем является этот неведомый бог. Это же они пришли, елены, греки пришли, говорят, нам хочется видеть Иисуса. Как-то там пощупать это слово. Вот именно. Пощупать, увидеть это слово. Я когда читаю вот этот замечательный стих из Библии, когда эллины пришли, кроме всего прочего, я обращаю, и это для меня тоже большой урок, как вообще воспитанные люди должны разговаривать. Они приходят к Филиппу. И вот обращение. Мы, славяне, из Советского Союза, мы единственный в мире народ, где, кроме как в церкви, где мы говорим, братья и сестры, мы не знаем, как обращаться друг к другу. Поэтому только у нас есть такие уродливые обращения. Женщина, мужчина в синим, или женщина в красном. Мы не знаем, как к другу обращаться. Но смотрите, эллины приходят к Филиппу и говорят ему, господин, чувствуете, тон какой, да? Как разговаривают вежливые люди. Господин, где тут Иисус? Они иначе спрашивают. Нам бы хотелось видеть Иисуса. Это культура. Не покажи нам. Вы знаете, Библия, она учебник для нас в очень многих измерениях. И в том числе, как и должны люди разговаривать тоже. Интересно. А затем Филипп пошел к Андрею, там написано. А Андрей уже пошел уже. По-моему, там я не ошибаюсь, когда говорю, что Филипп сказывает об этом Андрею. А Андрей, долго не думая, приводит их ко Христу. Вот прямо сейчас ко мне мысль интересная приходит от Юрия, что приводить людей ко Христу, это тоже очень важное служение и очень важно правильно его делать. Потому что промежуточные звенья, чтобы людей этих привезти к Иисусу, нужны были апостолы. И коммуникация между ними. И каждый из них свою работу блистательно сделал. Помоги нам, Господь, вот так же приводить людей к Иисусу. Несомненно, несомненно. Ну и у нас прекрасные есть примеры для подражания, как мы говорим, прекрасные уроки, включающие в себя и культуру сего явления. То есть, хотя, хотя есть такие моменты, когда человек, исполненный Духа Святого, он минует и обходит условности и говорит, так говорит Господь. Есть и такие моменты. Но, насчет культуры слога и культуры слова, я полностью с вами сказал, хромаем. Хромаем и по большому счету, и много хромаем. Но, мы идем дальше. Ну, Владимир Иванович, давайте с вами углубимся все-таки в сам, вот, в культуру Рождества в Украине. Откуда оно? Как оно праздновалось? Скажем, давайте чуть-чуть войдем в историю. Каким образом проводились эти празднования? То есть, я знаю, что вы владеете довольно-таки информацией, наверное, больше, чем многие из нас. Во всяком случае, мне очень нравится сейчас ваш подход с просматриванием на историческую глубину, хотя бы восходя ко временам нашей юности. Мы имели привилегию родиться в христианских семьях, и поэтому празднование Рождества, вот, не Нового года, а празднование Рождества для нас знакомо со времен нашего детства. И сейчас мы, наверное, с вами вспоминаем, какой была наша цель в тот период времени. Я вернусь к этому вопросу, но очень смешная и показательная история как-то со мной приключилась. Я думаю, это был конец 70-х годов. И я проповедовал в большую-большую-большую нашей пиесеотической церкви в Ровно. И я говорил тогда, и я сам с удивлением себя слушал, с какой смелостью я говорил, что придет время, которое самим Господом Богом будет нам дано как великий дар. И в этот период времени полная свобода придет в нашу страну, и мы будем проповедовать Божье Слово. И Господь не дал откровения. Я это видел, что мы проповедуем на площадях, на перекрестках улиц, и вокруг нас стоят многотысячные толпы прохожих. Это время придет, и мы будем проповедовать на площадях открыто, и у нас будут рождественские елки. Лучше бы я про эти елки не упоминал. Вы, наверное, догадываетесь, что произошло. Когда богослужение в церкви закончилось, я был зван, как это современно звучит, в церковный офис. Тогда это называлось братское. И вот я помню до сих пор, как мне братья наши, хорошие братья, с любовью, наверное, как они мне давали за эти рождественские елки. Знаете, прошли годы, и вот в нашей стране, да, именно все так и исполнилось, наши дети водили хороводы вокруг рождественских елок. Это наши дети водили, теперь уже наши внуки, новое поколение христиан. Вот елка перестала быть новогодней. Она снова стала рождественской. Так она же всегда была рождественской. Она всегда была рождественской. Коммунисты, наверное, все это извратили. Знаете, лет, наверное, 15 тому назад я проводил очень интересные исследования в Дагестане. Большей частью это было связано с миссионерской работой. Вы много работы сейчас, много времени там проводите. Да, и в Средней Азии особенно. Но именно в Дагестане это было мое первое столкновение с этим культурным пластом. Работая там, я обнаружил, что вот эта зона нашего постсоветского пространства, Дагестан, значительная часть Азербайджана. Много веков тому назад это вообще-то была христианская страна. Даже так? И имя ей Албания. Ничего общего с современной Албанией, но то же самое название. И вот Албания была христианской страной. Еще до мусульман. Еще до ислама. Туда ведь христианство пришло из соседней Армении, а Армения первая страна в мире, которая приняла христианство. Из Грузии это была христианская страна. И в этой христианской стране было очень много на скалах, на вершинах скал, в горах, на видных местах были установлены каменные кресты. И это символ присутствия там христианства. Как мы знаем, крест это один из символов христианства. Впоследствии, когда мусульмане заняли этот регион и пытались оттуда христианство вытеснить и истребить, многие из этих крестов были сброшены и разбиты. Но что интересно, на обломках крестов я впервые об этом узнал елки. Символ христианства. Это один из древнейших символов христианства. Символ вечной жизни со Христом. Уже позже, когда эта идея была для меня понятной, я нашел кое-что и в Украине тоже. Так что с древности елки, как вечно зеленое растение, символ нашей жизни со Христом. Ну и в царской, православной, все-таки как-то христианской стране, конечно, елки были рождественскими. Но когда коммунисты пришли к власти после Октябрьского переворота, в 20-е уже годы, и потом еще более в 30-е годы, была задача уничтожить не только христианство, но и даже какие-то упоминания. Или традиции связанные с этим. Даже в культурной жизни, которые бы людям напоминали о периоде, когда христианство открыто проповедовалось. И, знаете, это же было настолько мощное давление, что для меня странно. Общественное мнение, вот оно было в очень короткий период времени настолько извращено. Общественное мнение, очень многое, очень у многих людей было деформировано. И оно манипулируемо было, кстати, кукловодами во главе, которые сидели там. Я предполагал, что это может быть сделано в такой короткий период времени. Ну вот смотрите, Владимир Филиппович Филимонович, Владимир Филимонович Марцинковский, профессор, причем профессор такой вот, настоящий, один из самых прекрасных представителей интеллигенции России, он проводит в российской глубинке лекции, в которых он рассказывает об Иисусе Христе, о Рождестве Иисуса, о смерти Иисуса. И в этом селе, в православной России уже, в глубинке, заходят на это собрание людей два комсомолица, два местных комсомолица, слушают профессора из столицы приехавшего, именитого, и один другому говорит «Чамнота, пойдем Петька отседовать, темнота». Вот такое отношение уже было сформировано у некоторых молодых людей за счет пропаганды, вот этой испепеляющей человека пропаганды. Ну и в этот период времени начинается борьба со всеми внешними культурными даже признаками христианства. Например, обручальное кольцо. Но мы все-таки продолжаем сегодня. Но мы на левой носим, вы носите на правой по-европейски. Обручальное кольцо. История такая. Во времена, когда советская власть стала подавлять христианство, вот высмеивали людей, которые носят кольцо как символ семейного благополучия, символ семейной верности. Завета, Об этом говорили, что это поповщина. Почему? Потому что обручальное кольцо одевалось в церкви. И вот смотрите, как быстро мозги промываются. Не только у неверующих, но что произошло с нами, как с верующими, как с христианами. И в церкви тоже, в евангельской церкви, в нашей церкви. Ну, когда вот коммунисты заявляли, что это нужно убрать, потому что это поповщина, да, но в этом есть определенная логика воинства против христианства. Но странно, что в церкви тоже, в евангельской, был период такого непонимания. Вот прошу прощения, вы хотите сказать, что было много позаимствовано с нашим братством, нашим братством. Вы отметили украшение елок. И, кстати, потрясающая вот эта информация относительно, я и не знал впервые. В прямом эфире узнал происхождение, откуда оно, то корни идут. Ценность прямого. Совершенно верно. О том, что это не от дьявола. Это не от дьявола. Вот видите, это обручальное мое концо. Завет моей верности с женой. Оно идет, оказывается, с церковного. Вон оно, оно оттуда идет. Церковные обычаи. Тогда на пьедестале поставили. И, кстати, не оттуда ли наше братство взяло заседание? Вот старейшее политбюро, когда там вот их 9 или 10. Вот. И мы взяли оттуда, что нас начали называть прозаседавшимися. Важно было заседать. Братские советы заседали, заседали. Ну, часто решали хорошие, правильные вопросы, но часто из пустого порожня было много. Вместо того, чтобы целеустремляться на чем-то, мы говорили насчет надо, не надо кольцо носить, потом елку ставить, можно, не можно. Часами на этот счет проводили в беседах. На пьедестале же, я вспоминаю, когда вытеснуло атеизм, коммунизм, вот эти всякие измы повытесняли вот это церковную, скажем так, символику, так скажем, так на пьедестале поставили человека с ружом. Вот кто был в цене. Человек с ружом. Поэтому не удивлено, что этих два комсомольца, они зашли и, как говорят, темнота, да, потому что пропаганда бомбардировала умы, сознание и мировоззрение человека с ружом. Вот кто в цене. Вот кто ценен. Вот на кого пример надо брать. На человека с ружом. Но поскольку оказалось, что все-таки вот елки, как часть самосознания людей в аспекте их веры в жизнь со Христом, вечную жизнь, и это не только традиция, это традиция, за которой все-таки стоит где-то укоренившаяся вера, что Христос родился, что Христос живет, что есть вечная жизнь со Христом, поскольку это вытеснить не удалось тогда, вот в 20-е и 30-е годы в Советском Союзе, у идеологов коммунизма оставался только один путь, изменить значение. Вот почему именно тогда елки перестали быть рождественскими и их сделали новогодними. С 35-го года. Но когда пришло в нашу жизнь снова пробуждение, а когда Евангелие стало открыто проповедовать, свобода пришла, вот вернулось то, что я видел в своем видении рождественские елки. И вы тогда заявили пророчески, кстати, 30 с чем-то лет назад вы впервые посетили Нововолынск, Владимир Иванович, ваша проповедь была на тему, сказать, какую проповедь мне очень интересно, ибо я не помню. А, я вам скажу. Я скажу даже реакцию после этой проповеди нашего братства. После вашего... Потому что вы приехали, сказали проповедь, сразу вас вывезли. Или вы уехали. Вы говорили проповеди Бог гор и Бог долин. Я присутствовал на этом служении. На Нововолынске? И сидел рядом служил. Так вы что вместе тогда приехали? Не знал. Сидели рядышком. Не знал. Это была конференция, я по-моему. Это была конференция, ты говорил эту проповедь, которую я тоже говорил. Бог гор и Бог долин. И я ее готов повторить в ночи, как отче наш. Это было потрясающее слово. Бог гор и Бог долин. Так вот, реакция наших братьев после этого. Я присутствовал. Я был начинающим тогда проповедником, ну и уже, я так сказать, меня приобщали чуть-чуть к кругу. Вот. И говорят, слишком он молодой для таких глубоких, мудрых проповедей. Вам то есть винили это в вину поставили, даже не в том же была проповедь сказана, вот, в силе Духа Святого и как откровение. Не по сеньке шапка. Да, да, да. Насчет молодости. Мудрые слова сказал когда-то Владимир Иванович Азерога, наш наставник, наш друг, а именно он возглавлял совет пресвитерам, в котором мы служили в тот период времени. Когда меня рукополагали на пресвитерское служение, Владимир Иванович сказал, что, ну, братья и сестры, ну, хороший у вас пастор будет, одна такая проблема серьезная, он очень молодой, мне было 27 лет. Но он сказал, знаете, молодость это такой недостаток, который быстро проходит. Ну, это даже мудро было сказано. Со временем проходит. Да. Итак, мы продолжаем. То есть, и что интересно, вот, ну, давайте коснемся сегодняшнего в Украине. Что вы можете сказать относительно происходящих процессов? Насколько этот шифт, есть такое слово шифт, сдвиг этот пошел сдвиг в правильное русло, оно все-таки входит уже к первоначалу, оно возвращается к первоначалу. Я могу сказать вот по Одессе. Пожалуйста. Я, ну, причисляю себя к одесситам, хотя я родился не в Одессе, а в Измаиле. Но большую часть времени я прожил в Одессе и могу дать характеристику в связи с этими всякими волнениями, военными действиями. Народ почувствовал себя, вот люди чувствуют, когда отправляются в АТО, их там бомбят и прочее, что человек временный, что человек очень зависит от обстоятельств и какая-то пылинка. Он чувствует зависимость от вечного. Давайте так. И люди с удовольствием берут Евангелие, говорят, что только Бог меня хранит. Эти люди имеют родственников, эти люди по всей Украине имеют свое влияние. Допустим, в Одессе эти обстоятельства. Мы уже не слышим слова секта, штунды или какие-то там, есть верующие люди. Это православные, допустим, киевского патриархата или это греко-католики. Меня тоже это, собственно, и не волнует. Я вижу, и других не волнует. Люди начинают оценивать со всеми другими мирилами, я бы так сказал. То есть, прошу прощения, вы хотите сказать, что искоренили слово секта? Я не слышал последнего вообще. Интересно. Привожу пример. Вот мы обратились к мэру, чтобы нам дали возможность провести, мы проводим ежегодные рождественские такие ярмарки, чтобы в этом году ярмарку рождественскую провести на Дерибасовской, в Горсаду, и назвать ее «Рождественской гулянией». Это тысячи и тысячи людей. Можно сказать, это включено в план праздников или мероприятий года, под эгидой уже мэра, все городские службы содействуют. Губернатор, наверное, содействует. Губернатор, естественно, его аппарат, его люди, его сотрудники. Это что-то совсем другое, другой подход. И людям хочется делать добро. Вот посмотрите, идет война, идет кровопролитие, все-таки напрягается телевидение, те против тех, те против других. Но вместе с тем мудрые люди сегодня, сейчас воспитывают Украину на добре и дают возможность тем программам, которые сеют разумное, доброе, вечное и развивают доброту. Вот в школе, допустим, инициировался фонд «Добрый самарянин», есть такой международный фонд, который я возглавляю, то инициировали собрать подарок сироте, чтобы каждый сирота или каждый ребенок имели подарок на Рождество. Интернаты, там дети обездолены, что можно сказать. Сейчас дети, имеющие родители, и то имеют проблемы с одеждой, может быть, с питанием, все-таки труднее. а сироты, они в Одессе-то не были. И вот сейчас такая программа осуществляется, она осуществится. Уже есть спонсоры платить за бензин, за автобус, возить детей в город, делать им экскурсии, покормить и дать именной подарок. Что это такое? Ребенка фотографируют, Коля такой-то, что ты хочешь? Я хочу кроссовки. Записали. Он хочет кроссовки, а ты, а я хочу какую-то игрушку такую, которая сама движется, вертолет или машину. И все это позаписывалось и на елочку желание. Более 50 точек в Одессе, самые большие магазины, офисы, поставили эти елочки. Человек может взять вот с этой елочки ну вот эту фотографию или, можно сказать, письмо этого мальчика, обращенное к добрым людям. Там есть какой-то адрес? Все там есть. Есть, да? Абсолютно. И человек может сам лично обручить подарок около елки вот в Корсаду. Там будет целый городок. Деревня Украинская, деревня Такая, там и армянская, и китайская кухня. Около мэрии будет, Одесса мама накрывает, огромный стол. Добрые одесситы готовят сладости, готовят очень вкусные вещи и будут кормить именно сирот, обездольных детей, которые стали сиротами АТО последствия убийства, братоубийства войны, которые развязали негодные люди. Этим детям сделать праздник, провести их, покормить, дать им именной подарок. Там будет культурная программа, калятки будут петь, костюмированные персонажи. Я хочу сказать, что только мы начали собирать, сразу было 1500 именных подарков. представлять себе сразу тысячи не именных, а просто подарки. Люди сносят вещи. Мне понравилась одна женщина говорит, я 4 года назад была на рождественских гуляниях, и я была бедная, и меня кормили церкви, дали ребенку подарок. Сегодня я состоятельный человек. Сегодня я вношу свою лепту, чтобы вы моими деньгами могли помочь каким-то детям, людям, которые трудности и жизненные. Звонит мужчина, это я просто потрясен, звонит мужчина, говорит, а почему вы делаете добро? Ну, Наташа офис-менеджер объясняет, вот я вот так прошла к Богу, добро, мне вот сказали, вот сейчас мне жизнь вот такая, вот так Бог мне помогал. Я потрясен, что вам надо? Ну, нам еще осталось 75 килограмм пельменей, он говорит, это я плачу, и более того, каждому ребенку яблоко, пожалуйста, посчитайте, сколько я все финансирую, это движение, движение, это, она приняла размах всеукраинской акции, собери подарок сироте, эту инициативу или там первый шаг, который сделали одесситы, подхватили другие города, знаете, это акция добра, мне не столько и кроссовки сносятся, и игрушка сломается, но это в школах говорят, что вы имеете, нужно своими руками, ребенок собирает подарок, чтобы кому-то сироте, он даже будет видеть, может быть, сами вручить, это развивает доброе отношение, это формирует и образовывает, разве не образовывает это? Знаете, во время Рождества люди могут даже напиваться, наедаться, забывать и о Рождестве, есть повод погулять и выпить. Христу это не нужно, слушай, ни эти драки, ни эти травмированные в больницах люди, но, если мы делаем то, что было Христу приятно, его же день рождения, собственно, это же не мой день рождения, это не наше гуляние, в принципе, это рождественское гуляние, это рождественский праздник, и нужно сделать что-то приятное самому имениннику, так вот, ему будет приятно, чтобы мы развивали доброе, и разумное, и вечное, естественно, но вот доброе отношение к живущим рядом, никакое общество не может прогрессировать, не может быть, ну, улучшаться, идти по восходящей линии, если мы не будем вот культивировать добро, мы говорим культура, христианство повлияло на культуру, да, положительно, это не убивать, это не обижать, это нужно помочь вдове, помочь сироте, должнику простить, кого обидел, попросить прощения, перед праздником люди это делают, и я считаю, что вот этот чудесный подарок Иисусу Христу, и на Украине через эти трудности, переживания, которые Украина проходит, рождается, или возрождается, я бы сказал, даже, нация, и культура, которая именно свойственна украинскому народу, украинский народ очень гостеприимный, это правда, они любят соседей, они хотят, чтобы сделать такое приятное дело, чтобы их, ну, сказали спасибо, ему это приятно, он готов накрыть такой стол, который человек придет, может быть, первый раз, ему приятно, что тот покушал, и доволен, и скажет спасибо, ему это огромное удовольствие, вот эти качества, сегодня сейчас востребованы на Украине, не зло, мы воздадим, мы убьем, не нужно это, да, мы будем защищать свое государство, да, мы будем формировать и армию, и другие структуры силовые, это все на своем месте, это государственные структуры, но формировать человека доброго, отзывчивого, сострадательного к другим, вот с помощью Рождества, вот если, я вам скажу, в настоящее время на Украине очень сильно прогрессирует, и власть, я должен, я не знаю, или просто у них есть более какие-то трудные задачи, ну, может не обращает просто внимания, но я вижу, нет, обращает внимание и содействует, вот и говоря о мэре города Одессы, о губернаторе, они даже содействуют, своими указами, по всем отделам, обращаются вот разные отделы, а чем мы можем посодействовать, допустим, отдел туризма, пожалуйста, мы готовы дать рекламу, мы готовы бесплатно, мы будем участвовать, мы обратили более ста организаций, финансовые, это акции, да, вот человек обращается, он бизнесмен, у него палатка на более 500 мест, зимняя палатка, только установка 160 тысяч гривен, ну, благотворительный фонд не имеет таких денег, говорит, мы даем вам бесплатно, мы устанавливаем бесплатно, соберем все бесплатно, потому что вы делаете доброе дело, другой говорит, а тот сделал палатку бесплатно, ну, тогда я аппаратуру даю бесплатно, 20, там, мощность аппаратуры, ну, очень большая, я не буду параметры, я не специалист особый, но эта аппаратура озвучит все мероприятие на всю продолжительность Дерибасовской, здорово, и так сплошь и рядом, я обратил внимание, брат Юрий, на вашу реакцию, и мне она кажется очень показательной, и вас очень удивило, и вы переспросили, Петра Владимировича, а что, перестали вас называть сектами, нет, не перестали, и это большая проблема, которая продолжает в Украине существовать, и такое впечатление, чем дальше на восток, чем эта проблема острее и острее, а степень агрессии по-прежнему очень большой, особенно, мне печально это сказать, это генерируется православной церковью Московского патриархата, но Петр Владимирович говорит как раз о совершенно других вещах, что в тех местах, где церковь, как в Одессе, о которой он рассказывает с радостью, с удовольствием, и я его очень хорошо понимаю, я тоже очень полюбил не только Одессу, но и Одессскую церковь, с ее замечательными, изумительными проектами евангелизации на основе социальных вещей, которые они делают для общества. Где церковь идет навстречу людям, где церковь творит добро, где церковь проводит подобные проекты служения, вот там перестают люди говорить, что это сектанты, они видят настоящую церковь, язык любви, он для всех понятен. Универсален. И вот такая деятельность церкви, вы знаете, она в коренную меру меняет отношение людей к евангельским христианам. Меняет настолько, что при всем желании уже потом запустить опять вот этот процесс агрессии и отношения враждебного к евангельскому христианству никому не удается. Они вечно это знают. Многие свидетельства членов церкви, которые пришли сейчас и стали евангельскими верующими, они начинаются с того, что вообще-то мое отношение к евангельским верующим, писядникам особенно, это же было агрессивное отношение, это секта, это такие страшные люди. И я спрашиваю, и что произошло? А вот вы знаете, мы с ними лично встретились, мы почувствовали любовь, да они совершенно другие. Вот там, где церковь подобным образом ведет свое служение, вот там больше все. Никто не скажет, что это сектарство. Ну, скажите, Библия говорит, что мы созданы на добрые дела. Все остальное, то, что мы говорим, наши глубокие познания, идеология, там, мы доктора или магистры, это все не имеет для людей никакого значения. В принципе, по делам их узнаете, сам Христос сказал. И если церковь не является светом или солью для этого мира, то она вообще не церковь. Церковь – это тот механизм, тот институт, через который проявляется Божья любовь к людям. Когда Божья любовь и церковь, она проявляется через церковь, и люди, собственно, приходя в церковь, они приходят к Богу. Церковь направляет и к Богу, не на свое имя, на свои добрые дела, а через добрые дела мы говорим, что на землю пришел Сын Божий, который все отдал. Это его дела. Он все расточал. И он был по виду как отпрыск из сухой земли, пророк Исаия говорит. Не было у него вида, который привлекал бы нас к нему. Но даже последнюю одежду сняли с него и распили его. Он все отдал. Вот это пример. Если мы не готовы отдавать, но мы с ним похожи. Вот, пожалуйста, если у вас есть что-нибудь такое, что, скажем, оно бы заинтриговало нас относительно принципа даяния, не берет ли оно свое начало с Рождеством? Золото, ладно, не смирно, вот принесли, там говорят, трое, не трое, но богословы склонны, что там не трое было, там было намного больше. Там просто написано Золото, ладно, не смирно, но не написано, сколько мудрецов. Это мы просто рисуем. Даже у нас, по-моему, нет, там чуть больше нарисовали сзади мудрецов. Принцип даяния, по большому счету, когда мы разжественские подарки даем, о Христе написано, раздал, расточил, то есть тут он первый был даятель, по большому счету. Если вы можете чуть-чуть нас ознакомить, есть ли какое-то чисто историческое, может быть, чисто для нас познавательное на этот счет? Самое первое, что я хочу сказать, я бы все-таки на первое место не ставил бы подарки сами по себе. На первое место я бы поставил праздничную атмосферу. А вот в условиях, когда атмосфера действительно праздничная, то праздник связан с угощением. Угощение – это не просто насыщение, это не просто поглощение еды, это сидеть рядом. На «Импакте» нет такого обычая, чтобы после окончания программы мы посидели и побывали. И есть какое-то, знаете, таинство, когда люди вместе едят. Я думаю, что вот в этой атмосфере, когда люди сидят за столом, когда они вместе едят, и вот подарки дополняют это все, вот тогда это действительно очень существенно. О подарках я кое-что имею сказать. Но сначала я хотел бы пару вещей еще сказать в отношении Украины. Пожалуйста. Знаете, в дополнение к тому, что Петр Владимирович рассказывал о социальном служении церкви в Одессе и многих других церквей, хороших, замечательных церквей в Украине, знаете, сильной стороной евангельского христианства в нашей стране, в Украине, было то, вот не думайте, что это мало, это наша готовность, это наше желание, это наше решение праздновать праздновать Рождество 7 января с нашими братьями и сестрами, которые не в нашей церкви. Вот было бы, наверное, логично. Украина хочет интегрироваться в Европу, и это очень позитивный процесс. И очень много вещей европейского характера, все больше и больше и больше приходят в Украину. А я бы лично хотел, чтобы Рождество в Украине всегда праздновалось 7 января, так как это установлено Православной Церковью. Сейчас я объясню, почему. Вообще-то, строго говоря, в историческом смысле говоря, Православная Церковь тоже празднует Рождество 25 декабря. Это просто вопрос календаря. 7 января это 25 декабря, вот разные даты, но по календарю то же самое. Вот это символ нашего единства с нашим народом. Церковь, национальная церковь, евангельская церковь, это часть народа, это часть нашей нации. И вот не нужно демонстрировать даже таким образом, что мы в самом деле не наши, не свои, нам это не свойственно, все люди 7 января, а мы вот мы с Европой, мы с Западными. Чтобы выделиться. Нет, мы с нашими людьми, потому что они тоже в глубине своей православной, но христиане. И очень важно, что вот это нас объединяет. Может быть, именно это вот та точка, что мы можем праздновать вместе. Конечно, в Украине это еще и национальный государственный праздник. А вот теперь другая ситуация. Средняя Азия, где нам очень много приходится работать. И Казахстан, и Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Благодарю Господа, что мы уже участвуем в небольшом служении, но уже в Афганистане тоже. Даже так. И вот знаете, там другая ситуация. Это мусульманские страны. И в этих мусульманских странах 7 января это, конечно же, не национальный праздник. Поэтому для мусульман, как для подавляющей части населения этих стран, им все равно, когда христиане Рождество празднуют. И вот в Средней Азии церкви перешли на 25 декабря. А сильная сторона украинского, славянского христианства в России, в Беларуси, это то, что мы демонстративно и символично вместе со всем народом. О подарках. Я хочу вам сказать, что это колоссальное значение имеет в тех культурах, где рождественские подарки абсолютная новость по той причине, что это мусульманские страны. Интересный проект в свое время был начат. Коробка из-под обуви, да? Да. Хорошо вам знакомый проект? Конечно, это сын Билли Грейма. Я хочу сказать огромное спасибо всем христианам, нашим славянским христианам, которые в этом участвуют. Это для нас ценнейший инструмент духовной работы в Средней Азии. Потому что когда мы раздаем эти рождественские подарки, это всегда возможность говорить людям о Христе. И это всегда возможность молиться за это. Знаете, сколько было таких коробок разданных? 130 миллионов. Вы знали это? Это 30 миллионов. Это восхитительно. Вы имеете в виду масштаб всего мира. Но если говорить про страны, которые я упомянул, Таджикистан, Киргизстан, конечно, это намного меньше, но все-таки, когда мы говорим про 20-30 тысяч, и это дает возможность провести мощнейшие такие компании, раздать рождественские подарки в школах, в детских домах, во многих семьях. Мусульман нет этого, кстати. Подарки они дарят на какие-то рамаданы какие-то свои? Да, но подарки совершенно другого типа. Для детей тут, может быть, даже в первую очередь не сам по себе подарок роль играет, а что это совершенно другой подарок, чем они привыкли получать. Не конфеты, не халва, не какие-то другие. С другой стороны, если у них есть это, допустим, перед праздником, оказывать помощь вдовам, сиротам, это положительно, а у христиан, допустим, не делает это. Это минус тогда христианам. Понимаете, как апостол Павел написал, пусть и наши учатся делать добрые дела. Владимир Иванович, ваши творческие планы на ближайшее будущее, чем вы занимаетесь? Ну, вообще-то, вот, что мне сейчас очень близко, я продолжаю работать над своей книгой по истории Мариупольской церкви. Собрано очень много материала, уникального материала, и не только материала, о которой пришел из интервью с братьями и сестрами, но и архивных материалов, но сейчас я захвачен возможностью продолжить свою работу в истории нашего славянского пятидесятнического движения в Южной Америке. Как вы знаете, на рубеже девятнадцатого и двадцатого века было мощнейшее движение, особенно и западной Украины. И мы мало об этом знаем. А это достойно сожаления. И это меня всегда очень волновало, что вот там в Южной Америке, в Аргентине, в Парагвае, в Уругвае, в Бразилии умирают последние люди, которые являются носителями этой информации. И мы скоро, через несколько лет не с кем будет разговорить. Кануту лету что такая возможность была у меня побывать в Аргентине, побывать в Парагвае. И этот материал собран. В Парагвай я не в Уругвай. В Уругвай я не смог попасть, но благодарение Господу мы нашли одного брата, благословенного старца. И он приехал к нам в Аргентину и привез массу ценнейших сведений. В настоящий момент времени самое последнее белое пятно, я не ожидал вашего вопроса, но, наверное, это хорошая возможность мне сказать, братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, и давайте мы вместе сделаем эту работу. Последнее белое пятно на земле, которое касается славянского пиесиотнического движения. Это не Аргентина, это не Парагвай. В Австралии я тоже работал, и эта работа сделана, собрано много материала, и я написал об этом достаточно много. Последнее белое пятно, это Бразилия. Пусть Бог исполнит и восполнит все ваши желания. Спасибо. Все творческие планы да усовершаться, состояться, и к своему правильному завершающему придут к концу, когда наше общество, оно, это то, что вы делаете, станет достоянием. Мы будем читать, мы будем знать, мы будем... Юрий, ну, импакту мы желаем. Ну, принимаем. Дальнейшего роста, процветания, благосостояния, успеха вам. Спасибо. Мы молимся за вас. Нам было хорошо с вами, а вам было хорошо с нами, поэтому будьте благословенны, оставайтесь с нами на импакте. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Всего хорошего. Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...